Когда начнёшь? Так. Всем приветик! Напишите, пожалуйста, как звук. У нас ещё 5 минуток по моим часам. Хочу проверить связь. Так, а по другим часам одна минута. Ну, давайте 3 минутки ещё. Мы начнём. Так, так, так. Кто сейчас меня слышит, напишите, пожалуйста, как звук. Есть ли видео? Видно и слышно хорошо. Прекрасненько. Так. Готовьте рисовальные принадлежности. Чаёк. Пара минуточек, и мы начинаем. Всё окей, замечательно. Можете пока написать, откуда вы, из каких краёв у нас сегодня народ. Потому что вебинар открытый, обычно бывают и знакомые мне лица, я вот уже вижу. Вероникушку, Лену, Танюша. Бывают и новенький, Полинушка, помощница наша прекрасная. Привет. Благодарю тебя за техническую помощь. Ага, откуда вы, Киев пишу, Москва. Прекрасно. Питер. Ну, у нас, наверное, много будет Питера, поскольку я сама из Питера. В общем-то, у меня половина, наверное, клиентов питерских, половина из разных уже других мест. Так, маркеры я себе подобрала. Ну да, Светочка, Орёл, привет. Привет. Новокузнецк, Тамбов. Всем привет. Так, ну давайте уже начинать. Я, в принципе, в основном всё подготовила. Запись, мне сказали, на этой площадке делается сама. Надеюсь, что она будет. Сейчас ещё на всякий случай я включу диктофончик. Так. Ну всё. Все записи вроде бы пошли. Давайте я вам покажусь. Покажусь. Всем привет. Значит, напишите, пожалуйста, кто у нас первый раз. Кто совсем не знаком с нейрографикой. Если вы уже рисуете, напишите, что вы уже рисуете, чтобы я понимала. Оренбург с вами. Наташенька, привет. Привет. Питер, первый раз. Арт-терапия. Видимо, Наташа занималась арт-терапией, не занималась нейрографикой. Да, напишите, кто уже рисует. Напишите, я уже рисую там. Сколько рисуете. Кто не знаком первый раз, тоже напишите, чтобы я настроилась. Потому что я вижу, что у нас есть рисующие, те, кто у меня обучался. А может быть, вы обучались у кого-то другого из инструкторов нейрографики. Может быть, у самого автора Павла Пискарёва. Ага, первый раз, ну очень интересно. Первый раз, много слышала, пора узнать подробнее. Хорошо. Так, мне дали эту площадочку. Не очень нам не знакома. Не пойму, сколько у нас народу сегодня. Ну ладно, я вижу, что вы есть. Это главное. Это главное. Так, сейчас еще попробую поскорректировать немножко камеру. Только знакомилась с методом через вебинары. А, 50 человек по ленте видно, да? Классно, замечательно, хорошо. Уже 57. Ага, Настюша, привет, Настя Никитина. Ага, Леночка, привет. Хорошо. Хорошо, я поняла, что у нас есть рисующие, есть новенькие. Давайте сейчас буквально минутку на настройку. Такая мини-медитация. Я настроюсь на занятия на вас, потому что у меня немножко суетливый день. Сегодня такое было много всего. Сейчас детей пришлось построить, чтобы они маме не мешали вести вебинар. И вы заодно тоже настроитесь на работу. Анастасия похороняло. Анастасия похороняло, спасибо. Спасибо. Я ещё увлеклась очередным новым направлением. Называется световая косметология. Я люблю учиться, осваивать. Уже есть результаты у людей. Пока ещё его даже не рекламировала, но уже есть отзывы. Так что в скором времени, наверное, буду более активно про это рассказывать. Тоже влияет очень, кстати, на внешность. Ну, в основном там упор, это работа с энергиями. И упор идёт на внешнюю красоту, на омоложение. Там есть варианты внутреннего омоложения. Но сегодня не об этом. Хорошо. Предлагаю сейчас пока оставить чат. Сесть удобненько, прикрыть глазки. И сделать несколько глубоких вдохов и выдохов. И на вдохе наполниться спокойствием, светом. На выдохе отпустить всю суету. Я сама сейчас отпускаю тоже некоторые волнения обычно у меня на открытых вебинарах. Отпускаю напряжение. Чувствую, как оно выходит из тела, из психики. И осознайте своё тело. Как оно сейчас себя чувствует. Удобна ли у вас поза. Нет ли где-то зажимов и напряжения. И если есть, отправьте туда выдох и своё любящее внимание. И на вдохе наполняемся светом. Спокойствие. И отследите сейчас, что происходит в эмоциональной сфере. Что сейчас с вашими чувствами. И если есть какое-то напряжение в эмоциях, раздражение, какие-то обиды. Что-то в течение дня вас расстроило, может быть. Точно так же выдохните это из своего сердца. Из своей сферы чувств. Нам важно настроиться на работу. И у нас уже началась работа с состоянием. Вебинар называется нейрографика состояния. И основной упор у нас будет на наше внутреннее состояние. И еще одна сфера – это наши мысли, наше сознание. Вы наблюдаете, что сейчас в мыслях. И точно так же с выдохом отпустите все беспокоящие мысли. Я сейчас отпускаю мысли в всяких технических моментах при подготовке. Отпускаю волнение. Отпускаю какие-то мысли в своих личных отношениях, которые сейчас активно развиваются. Где-то есть какие-то трения. И сейчас три единства. Соберите себя вместе, тело, эмоции, мысли. И выдох сразу во все третьи сферы. И на вдохе наполняем всю себя, тело, эмоции, сознание, светом, чистотой. Энергией безусловной любви. Хорошо. Аленушка, привет. Так, плавненько выходим из медитации. Алена мне написала, как классно. Пройду в записи, а ответь мне в ВК, пожалуйста, очень нужна твоя помощь. Дорогая, сегодня вспоминала про твое сообщение, что не ответила. Но честно скажу, у меня очень много сейчас переписки и домашних дел, и с детьми. И я помню про тебя, отвечу. Если что, пишите мне, кто со мной на связи ВК. Кстати, Полинушка, можешь мою страничку ВК кинуть сразу, для тех, кто меня там еще не знает, для тех, кто первый раз пришел по другим источникам. Кто со мной на связи, кому вдруг я забываю отвечать, не сразу отвечаю, вы чувствуете, что что-то затянуло. Вы мне можете напоминать просто, если что-то актуально, какой-то очень насочный вопрос. Потому что действительно сейчас очень много всего. Могу забегаться. Лили, добрый вечер, дорогая, давно тебя не видела. Хорошо выглядишь. Спасибо. Если это ты та Лили, то я про тебя тоже вспоминала сегодня. Думала, заглянешь ли ты на вебинар. Хорошо. У нас много, может быть, линь. Хорошо. Так. Я что-то уже улетела, забыла, зачем мы собрались. Уже так хорошо, знаете, женские энергии, женский круг. Мужчин пока не вижу. Но давайте все-таки перейдем к теме. Итак, тема у нас сегодня. Нерографика состояния от стресса к безмятежности. И сразу хочу задать вам вопрос, что вас не устраивает в ваших внутренних состояниях, от чего вы хотите освободиться. Нейра смехом жира, классно. Какие состояния вам мешают в жизни? Тяготят. Ну, мне, например, периодически мешает излишняя суетливость и желание все и сразу успеть. И я впадаю в такую суету, спешку. Вот это вот про себя. Напишите про вас, что хотелось бы трансформировать и каких состояний хотелось бы больше. Какие состояния хотелось бы закрепить, усилить и углубить. И пока вы мне отвечаете на вопрос. А, давайте я несколько слов для тех, кто первый раз расскажу о себе. Меня зовут Анастасия Петрова. Я являюсь инструктором нейрографики, инструктором тета-хиллинга также. Нейрографика – это довольно молодое направление. И открыл, изобрёл его наш русский прекрасный товарищ Павел Пискарёв. И это в направлении всего чуть меньше 4-х лет. Оно очень молодое в сфере каких-то психологических методик, трансформационных методик. Но очень бурно развивается и действительно очень эффективно. Я очень много перепробовала на себе, занималась энергетическими практиками, тантром, семароном, рейки. Чем только не занималась. С 19 лет попала в сферу духовности и психологии. И из того, что я знаю, действительно, это одно из самых эффективных, на мой взгляд, сейчас направлений. И классных, и таких прикольных, доставляющих много удовольствия. И также тет-техилинг, который я тоже очень люблю, являюсь инструктором, провожу курс по тет-техилингу. Я сама нейрографику рисую чуть больше 2-х лет. Познакомилась в феврале 2016 года. И с декабря уже являюсь дипломированным инструктором нейрографики. Я обучалась преподавать этот метод 9 месяцев на глубоком курсе для инструкторов у автора метода Павла Пискарю. И немножко, пока вы пишете, спасибо за ваши ответы. Обязательно все прочитаю. Расскажу о своих результатах и покажу, как выглядят нейрографические рисунки, кто еще не очень знаком. Расскажу, как это у меня работает. И также покажу какие-то свои старые начальные рисунки. Особенно те, кто меня знает и у меня рисовал, тоже, возможно, вам будет интересно, как я рисовала 2 года назад. Ну, вот это вот свеженький рисунок. Помещала я пост в ВКонтакте про него. Одно из свежих чудес, то, как у меня работает нейрографика. Рисовала я планирование на май месяц. В нейрографике мы используем, как вы видите, простые фигуры, какие-то круги, квадраты, звезды могут быть и линии. И самое главное для меня в мае была моя поездка во Францию к моему любимому мужчине, которого я тоже, кстати говоря, нарисовала. В свое время я была в поиске несколько лет. И во многом благодаря нейрографике я привлекла в свою жизнь мужчину, который очень во многих параметрах меня устраивает, и с которым у нас очень активно и бурно развиваются отношения. И вот я ездила к нему в гости во Францию. Это было 2 недели. Так, сейчас корректирую камеру. Секундочку. Так, 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 так. Ага, вот у меня тут видно, что стоит Франция. С 7 по 20 мая я там была. Рисовала это я еще накануне поездки, конечно же. Даже это был еще апрель месяц, когда я рисовала этот рисунок. И вот в середине примерно поездки у меня нарисовался такой большой красивый желто-оранжевый фейерверк. А фейерверк нейрографики, ну, не только обозначает, что радость, восторг, состояние вау. Когда мы смотрим на фейерверк, у нас обычно состояние вау, какой-то полет, такой эмоциональный взрыв позитивный. Я совершенно не знала, что у нас предстоит там в поездке. Общий план был такой, что я приезжаю к своему мужчине, он там работает, а я просто живу в нашем уже, можно сказать, доме. Отдыхаю, гуляю, мы с ним вместе тоже куда-то выезжаем. И вот что получается, ровно в середине поездки, на выходных, оказалось, что он приготовил мне сюрприз. И мы едем на два дня на машине на побережье Атлантическое. И там он забронировал прекрасную гостиницу, это спа-отель с номером, с видом на океан, это первая линия. И там классный бассейн со всякими джакузами и прочими. И плюс к тому мы попутно посещаем очень много разных интересных местечек. У меня ВКонтакте тоже все с фотками задокументировано. И потом я приезжаю когда домой, даже не потом, наверное, уже в процессе, я вспоминаю этот рисунок. И я понимаю, что ровно на середину поездки я нарисовала вот этот вот большой фейерверк. Я не знала, что будет, но вот так вот у меня работает нейрографика. Это из недавнего. А сейчас немножечко покажу прошлые свои древние рисунки. Вот рисовала я вначале на таких, даже и сейчас иногда рисую, на каких-то огрызочках, на маленьких листочках. И это был рисунок, тоже, как вы видите, очень просто. Круги, треугольники. А как-то проснулась я утром, и у меня была запланирована уборка дома. Ну такая довольно большая, да, там что-то надо было разобрать, полки. Я просыпаюсь, я понимаю, что у меня нету никакого куража и настроения вот так вот на эту уборку. Не хватает энергии, какая-то такая лень. И я беру, сажусь и рисую быстренько вот этот рисунок минут за 20. Причем не особо у меня тут есть скругление нейролиния. Он еще не совсем по всем правилам нейрографики нарисован, но энергия уже идет. И я тогда тоже очень ярко ощутила результат, потому что я часа за два, наверное, провернула такую уборку, которую обычно делаю за день. То есть очень быстрое изменение состояния. Очень простые рисуночки. Значит, вот что еще. Тоже старенький рисунок. Изобильный денежный поток. А, это январь 2017, ну это полтора года назад. Вот такой вот маленький поток, все увеличивается. И сейчас уже в последнее время у меня все, знаете, так происходит. Раньше я напрягалась, у меня был такой постоянный вопрос как-то фоном. Где брать клиентов? Надо рекламироваться, надо больше клиентов. Надо усиливаться. А сейчас мне просят это сессии, еще что-то. Я, знаете, так уже с линцой думаю, хочется время на себя. Да, я с удовольствием работаю, я люблю свою работу. Но клиенты идут сами. И у меня уже, знаете, так... Пока я еще не отказываю, по крайней мере, свои. Но так уже вообще не беспокоюсь. То есть проблема клиентов и денежный поток, она отпала. То есть деньги приходят, ну вот ощущение, что сами. Так, вот этот рисунок. Ага, как раз надежные, вдохновляющие, нежные, цветущие, гармоничные отношения с любимым и любящим меня мужчиной. Рисун 30 марта 2016 года, больше двух лет назад. Вот такая вот маленькая штучка. Тоже здесь ошибки я делала. Закрашивала по отдельным ячейкам. В нейрографике мы закрашиваем секторами сразу, несколькими. Я еще буду об этом говорить, это важно. Но даже рисунки с ошибками работают. Поэтому не бойтесь, если что, ошибаться. Ой, много всего. Сейчас выборочно покажу, чтобы мы успели порисовать. Ага, вот кому-то обещала я недавно в наших чатах. У меня их сейчас много вконтакте. Рисунок на прорыв денежного потолка. Это такой был у меня яркий тоже рисунок. Пробиваю финансовый потолок гармонично и легко. Весна 2016 года, больше двух лет назад. Вы тоже видите, что где-то у меня есть отдельные детальки, кто знает из рисующих. Не все присоединено. В нейрографике нам важно делать единую сеть. Не очень яркие линии, виден изначальный выброс. Но при этом рисунок сработал. И главное, что я получила огромное удовольствие, когда его рисовала. А это самое важное в нейрографике, получить это ощущение заряда и радости, и удовольствия. И здесь же я первый раз, наверное, смело нарисовала треугольники. Потому что треугольник неоднозначная такая фигура. Все у нас три основные фигуры. Треугольники, круги, квадраты. Мы сегодня будем их осваивать. Для тех, кто уже рисовал, более глубоко. Для тех, кто не рисовал, просто знакомиться с этими энергиями. Треугольники обычно обозначают какой-то прорыв как раз. Ну, как один из вариантов, одно из значений. Вот такой рисунок у меня. Долго висел на стене. Вот такие смешные работки. Это первое. И последнее, наверное, из того, что покажу. Тоже уже выкладывала, многие видели. Вот такое огромное нейродрево. Оно даже не влезает сейчас в камеру. Сейчас, может, еще секундочку. Так, где верх, где низ? Вот так вот. Вот такая вот пастыня из трех листов А4. Рисовала я его на отношения. Не подписано когда, но, по-моему, это больше года назад. Да, это больше года назад все происходило. Рисовала долго, временами мучительно. Но тоже принесло оно мне свои плоды. Нейродрево прекрасно. Тоже популярная техника в нейрографике. В принципе, рисовать можно практически на любой запрос. Очень здорово работает. Вот. Немножко о своих результатах. И давайте мы уже, наверное, поедем в рисование. Сейчас я почитаю чат и предлагаю вам сразу первая техника. Запись. Я очень надеюсь, что будет, Светочка. Да, у вас уже ночь. Вот так вот бывает. Да, у меня бывают из других регионов тоже клиенты рисуют ночами или смотрят в записи. Так что запись должна быть. Все планируется. Все планируется. В душе раздраж. Так что можно и нужно и хорошо порисовать. Так, читаю чат. Лень и зло смешает. Это излишнее беспокойство. Перфекционизм, расфокусированность. Гармония в себе не хватает. Состояние застой. Лень, хочется усилить волевые устремления. Замечательно. Хочется больше уверенности, спокойствия, легкости в отношении к жизни. В целом, к определенным ситуациям. Так, не зацикливаться. Хочется вернуть ушедшую радость, больше улыбаться. Вот по адресу пришли, Света. Действительно помогает очень нейрографика это все вернуть. Хочется сказки, идеи, фикс. Интересно. Эмоции, денег. Так, чат у меня прыгает. Хочется больше спокойствия и уверенности. Кларочка, привет. Хочется быть спокойной и радостной. Мешает обида, вижу. Хочу, чтобы немного и много чего-то непонятно. Так, мешает мнительность, вижу. Хочется убрать неуверенность, спасибо. Хорошо, спасибо за ваши ответы. Я поняла общие темы. Запрос. Выброс круги. Хочется вернуть энергию радости волшебства. Хочется легкости, гибкости. Замечательно. Итак, правильный ответ. Да, кто знает, можно рисовать выбросы, чтобы сгармонизироваться. Сегодня мы выбросы рисовать не будем. Ну, это еще называется техника снятия ограничений. Самая хитовая и популярная в нейрографике. Ее можно найти в свободном доступе. Пишите ВКонтакте, вышлю ссылочку на мою страничку. Полина, наверное, выложила уже в чате. Если не выложила, то может я попозже выложу еще раз. Или Полинушка еще разок выложит. Так, сейчас включу свет. Так, секунду, включу все-таки свет. У нас как-то потемнело вдруг резко. Так, и самая простая практика. Чтобы сгармонизировать свое состояние, собрать себя в кучку, вернуть себе целостность. Это практика круги. Все верно. Рисование кругов. И попробуйте сейчас настроиться на эти круги. Рисуем мы. Выбирайте цвет тот, куда рука потянется. Пока давайте начнем, может быть, с одного цвета. Порисуем вначале, не меняя цвет. Вот выберите сейчас маркер или фломастер. Лучше маркер или фломастер, а не карандаш. Потому что карандашные линии потом под цветом могут потеряться. И берете маркер и рисуете круги, место, вот знаете, куда рука пойдет, куда рука потянется. Сильно накручивать их сейчас не обязательно. Это я уже тут размахнулась немножко. И в частности еще рисую пожирнее, чтобы на камеру было видно. Круги могут быть разных размеров. Располагаться в разных местах. Круги могут накладываться друг на друга. И в нейрографике давайте вопрос еще задам для рисующих. На что мы обращаем внимание, когда рисуем? Напишите мне, пожалуйста, кто-нибудь. Вот знаете, такие азы для новеньких буду рассказывать. А для стареньких вы будете повторять. Потому что нейрографика очень многогранна. На первый взгляд она несложная. Но там очень много нюансов, глубины, деталек. На что важно обращать внимание. Ой, Сашенька, привет. На состоянии и дыхание. Верно. Еще какие версии? На дыхание. Да, Наташ. Вот, более полный ответ на состояние, эмоции, телесные проявления. Что за круги? Мы просто ролик рисуем круги. Для того, чтобы сгармонизировать свое внутреннее состояние. И важно, действительно, во время рисования обращать внимание на тело, что происходит в теле. В частности, на дыхание. Потому что некоторые начинают рисовать. И по привычке дыхание зажато. Соответственно, тело зажато. Энергия не проходит гармонично. И трансформации не происходят так быстро и легко, как могли бы происходить. Нейрографика — это техника для трансформации жизни. Одно из ее определений. Творческий метод трансформации жизни. Второе из ее определений. Нейрографика — это практика внимания. Что значит практика внимания? Это значит, что мы не просто рисуем, а мы рисуем и обращаем свое внимание, тренируем обращать внимание на тело, на дыхание. Я обычно дышу глубоко, и это слышно. Павел Пискарев, автор, тоже когда рисует, он дышит. Потому что с помощью дыхания мы помогаем своей психике и телу. Освобождаться от напряжения. Основной момент в регулировке собственного состояния — это уметь освобождаться от напряжения. Физического, психологического, эмоционального. Вот Наташа пишет. Девочки, у меня, Олегра, насморк прошел. Уже прошел. Вебинар только начался, Наташа. Вопрос, Саша. А эти полукруги у края? Первый раз вижу. То же самое, значит, и большие. Смотрите, что такое вот эти полукруги, как вы думаете? Это те же самые круги, которые наше сознание и подсознание дорисует. Ведь у нас рисунок не заканчивается с окончанием листа. И мы можем представить, что там еще выглядывают какие-то большие круги у нас. Я могу даже взять и нарисовать вот такой большой круг, точнее кусочек круга. И обращайте внимание, как меняется ваше эмоциональное состояние также. То есть мы обращаем внимание на тело, на дыхание, на эмоции. И, конечно же, на то, что происходит у нас на листе. Ну, на свои мысли, на свое сознание. Такое объемное внимание в нейрографике. Голова может заболеть, потому что нейрографика, она работает с нашими блоками, с нашими тараканами. И так же, как и практически в любых трансформационных практиках, если мы начинаем изменения, то может пойти сопротивление и какие-то телесные симптомы. Даже гомеопатию, если принимать, если вы знаете, да, то может сначала пойти легкое обострение, но зато потом начинает все исцеляться и выздоравливать. Следующий момент. Кто уже рисует, вы знаете, что делать дальше. Когда вы нарисовали достаточное количество кругов, сейчас рисуем до состояния достаточности. Вот заполните лист так, чтобы у вас было ощущение, что вот все, хватит. Мне достаточно кругов. Их может быть много-много. Их может быть не очень много, как у меня. Следующий шаг. Это скругление. Значит, покажу для новичков. Старички уже это все прекрасно знают, что расслышали. Вот у нас есть какие-то пересечения. Пересекаются, когда две линии. При пересечении образуются углы. Острые или тупые. Что такое угол? Острота. Это как раз и есть напряжение. Не зря говорят, обостренное отношение, угловатый человек, острая ситуация, острое заболевание. Вот чтобы убрать эту остроту и напряжение. Так, что-то я тут лишнего. Мы делаем такую вещь. Простите. Остатки кашлящим. Мы представляем, как будто мы сюда хотели бы вписать круги. Но круги мы целиком не вписываем. Мы вписываем такие вот полукруги. Кусочки окружности. В это пересечение. И закрашиваем сердцевинку. И в итоге у нас получается вот такая вот фигурка. И когда таких фигурок много, потому что пересечений обычно в рисунках много, у нас рисунок начинает напоминать нейронную сеть. Отсюда название нейрографика. Это изменение в нейронных сетях. Мы не просто так рисуем. Мы производим очень экологичные, нежные трансформации в своей психике, чтобы жить нам становилось все легче и радостнее. И чтобы не было вот этого напряжения, беспокойства и прочего. Ага, вот кто-то пишет. Наташа, ух, она старалась же скруглять и скруглять. Если кому-то будет не очень понятно скругление, у меня на страничке в недавних постах выложено два видео. Там можно подробнее посмотреть, как делается скругление. Потом пересмотреть и эту запись. Есть в открытом доступе записи Павла Пискарева. И сейчас мы начинаем все пересечения скруглять. Ага, Света не очень поняла. Значит, еще раз показываю, как это делать. Вот у нас есть два пересечения, две линии. Они могут под разными углами совершенно пересекаться. А, ну покажу два круга. Да, мы сейчас раз рисуем круги. Вот у нас есть много листочек. У нас пересеклись два круга. Раз и два. Вот раз пересечение образовалось. Оп, мы сюда такую дугу вписываем. Оп, оп и оп. Вот такая вот получается фигурка. И серединку закрашиваем. Как будто мы бы хотели сюда вписать круг. Как будто. Но сам круг мы не вписываем. Мы просто часть круга такой вот дугу сюда вписываем. Это основной элемент нейрографики. Конечно, важно его освоить, потому что именно этот элемент сильно отличает нейрографические рисунки от всех других. Ну, плюс еще, конечно, нейролинии. Не знаю, успеем ли сегодня про них поговорить. Коротенько, может быть. Ага, понятно, Свет, да? Оля пишет, что у меня круги нарисовались разного цвета. Это не подойдет? Оля, это тоже подойдет. Просто это немножко усложняет скругление. Потому что нам надо теперь объединить, да, такими вот скруглениями разные круги. Чтобы смешать два цвета, объединить разноцветные круги, представьте, как если бы вы смешивали две краски. Так скругляйте. Мне вот уже жарко стало, энергия пошла. Сейчас окошечко открою. Часто, когда начинаю рисовать тепло в теле. У меня здесь немного пересечений. Ага, поняла, спасибо большое. Пожалуйста. Следующий шаг. Вот смотрите, сейчас у меня круги немножко разрознены, да, некоторые объединены, некоторые сами по себе. Чтобы нам в психике и в состоянии создать еще больше целостности. Уже рисование круга, оно уже дает нам целостность, потому что круг – это изначально самая гармоничная, целостная фигура, да, дающая ощущение безопасности, цельности. Но чтобы еще больше целостности создать, что я могу здесь делать? Я могу соединить эти круги с помощью линий. В нейрографике есть такое понятие – нейролинии. Сейчас не буду подробно на них останавливаться. Опять же, смотрите вебинары, приходите на открытые вебинары, покупайте. Там много очень курсов есть, вебинаров, записи уже у меня, целый каталог. Кстати, Полинушку тоже, если кинешь ссылочку попутно, может быть, кому-то будет интересно. Но основная идея, что это линии, не повторяющие сами себя, не шаблонные, не угловатые. Можно представить, как ручей течет по горной местности какой-нибудь. Он не повторяет сам себя, при этом он очень живой, извилистый. Вот примерно так рисуются нейролинии. На них есть специальные упражнения, на их тренировку. Специальные даже вебинары, занятия можно по нейролиниям. Смотрите. Основная идея, что они не шаблонные, не повторяют сами себя. Идут немножко не в том направлении, куда хочется. Вот так вот я опустила линии. И сейчас очень много, особенно новички, не опускайте сейчас нейролинии, потому что очень долго тогда придется все это скруглять. И точно так же мы сейчас все пересечения скругляем. То есть снимаем остроту, снимаем конфликт и добавляем гармонии. Когда мы скругляем, мы добавляем идею круга, усиливаем идею круга. Что такое круг? Недаром на Востоке рисуют мандалы. Есть тибетские мандалы. Круг обозначает Вселенную еще, единство. И вот через такую картинку, уже даже через круги и линии, без цвета, мы уже начинаем собирать себя из кусочков в нечто более целое. И гармонизировать свое состояние. Хорошо, Мариша, бегите домой, смотрите в записи. Кто-то хочет помедленнее? Хорошо, я постараюсь сильно не спешить, но если что, просто вы сможете пересмотреть в записи какие-то нюансы, моменты. Потому что действительно с первого раза оно бывает все тонкости не понять, главное понять идею, что мы рисуем круги, мы рисуем линии и все пересечения мы скругляем. И дышим, пока рисуем. И почувствуйте, что вам дает круг, что вам дают круги. Почувствуйте, что это за энергия, что это за состояние получается. Первый раз может быть сложновато, потому что вы осваиваете технику, еще можете на нее откликаться. А вот те, кто уже рисует у меня, вы можете поглубже окунуться вот в эту энергию круга. Сейчас у нас только круги и линии, никаких других фигур. Кайф какой-то в голове от рисовки нейролинии, да. Запись предполагается, Ларис, да. По крайней мере, все, кто у нас подписан на e-mail, рассылку, на рассылку ВКонтакте, запись, я надеюсь, что мы благополучно разошлем. В основном я работаю через, ну, вот, электронную почту, связь, да, это вот, с подписчиками и ВКонтакте. Фейсбук как-то пока еще не очень я освоила, с трудом и со скрипом туда выхожу, к сожалению. Я, Ларис, ответила, да, на вопрос, что это ВКонтакте, или, если вы подписаны на e-mail, рассылку, да, на электронную почту, регистрировались на нашу рассылку, то запись придет туда. Если подписывались ВКонтакте, да, на нашу рассылку, тоже на вебинар на этот, то запись придет туда, ВКонтакте. Если никуда не подписывались, то напишите мне куда-нибудь в лич, в ВКонтакте. В общем, по тому каналу, откуда вы пришли, найдите меня. Стало спокойнее, внуки сели рядом рисовать, очень классно, свет для внуков тоже очень полезно. У меня дочка 6,5 лет, очень любит нейрографику, рисует круги, линии, тоже любит рядом со мной рисовать. Сегодня очень просилась ко мне на вебинар, но я ее все-таки не пустила, потому что она очень любит, значит, показывать всем свои рисунки, отвлекать на себя внимание, показывать мне рисунки в процессе. Меня это немножко отвлекает. Начинает, мама, покажи мои рисунки всем, срочно. Так, сейчас еще чат, посмотрю, что у нас. Спасибо, Полиночка, за ссылку на каталог. А, вот вопрос был от Оли как раз про линии разного цвета, и я надеюсь, что я ответила. Хорошо, если вдруг чье-то сообщение или вопрос пропустила, вы можете его дублировать в чате. Чат убегает. Если что-то очень важное, большими буквами пишите. Можно сейчас увидеть, где-то у меня линии дублируются, такое тоже можно, да, то есть. Я нарисовала одну линию, сверху провела похожую линию, и вот этот элемент, он придает такую природность рисунка. Нейрографика это еще такой стиль и метод, который возвращает нас к природе. Сегодня как раз переслушала один из вебинаров Павла Пискарева. Он говорил, что до сего момента человечество, по сути, все усилия направляло на то, чтобы оторваться от природы, выделиться из природы. И вот эти все строительства, наши прямые линии, да, то есть это искусственные сооружения, вещи. И это тоже было нужно. Но сейчас такой момент, что да, и при этом мы потеряли доступ во многом к ресурсам природы, да, к силам природы. И как раз нейрографика, она возвращает нас к этой природности через рисунок. Те же нейролинии, это очень природные линии. Недаром я пример с ручеком привела. Можете посмотреть потом, как реки рисуются на географических картах. Вот что-то подобное здесь. Алена пишет, о, Аленушка, привет! А давайте сегодня врисуем победу нашей команды в чемпионате мира по футболу. Я представила, что все круги это мячи, влетевшие в ворота египтян. Друзья, кому откликается и актуально, пожалуйста, давайте врисуем. Я могу тоже врисовать. Я, честно скажу, не слежу совсем за футболом. Вот, не в курсе. Я только слышала, что у нас в Питере много болельщиков ходит. Но поскольку я живу в Петербурге, в пригороде Питера, то я даже не видела еще ни одного болельщика. Какой-то своей нейрореальности. Ну, я согласна, поддерживаю намерение. Пусть наша команда победит. Коллективное намерение работает. Так, Юля спрашивает, важно, как близко к линии делаем скругление. Здесь важно, чтобы было гармонично. Ну, вот посмотрите, как у меня на видео. Бывают очень крупные скругления, они тяжеловато смотрятся. Если совсем-совсем маленькие делать скругление, очень близко к линии, то они могут не дать ощущения все-таки мягкости, останется острота. То есть здесь попробуйте и так, и так. Здесь нет какой-то четкой рекомендации, сколько сантиметров отступает. Я сейчас еще рисую покрупнее скругление, чтобы вам было виднее. Ну, самое важное, чтобы для вас в итоге изображение выглядело гармонично. Не всегда с первого раза это получается, но... Мы к этому стремимся. Ага, опять вопрос про круги разного цвета. Попросила делать одинаково, но окей, творцов не загонишь в какие-то рамки. Представьте, что вам надо было бы смешать два цвета, две краски, и вот таким вот образом делается скругление. То есть там смешиваются два цвета при скруглениях разных цветов. Сейчас я попробую. В принципе, я думаю, что уже все поняли. Давайте отдельно попробую показать, как это может делаться. Секундочку. Так, ну вот, допустим, у меня мои прекрасные маркеры. Лида пишет, весь Питер, центр сейчас стоит, не проехать, все движение перекрыто. Да, я так рада, когда что я переехала из Питера, я всю жизнь жила в Питере, сначала в центре, потом уже в Ленинском проспекте, подальше от центра. Я уже около пяти лет живу в Петергофе и счастлива, что у нас тут ничего не стоит, а все плавно двигается. Знаете, такая спокойная деревенская жизнь. Летом, конечно, туристов побольше, поживее. Оно стране от главных таких достопримечательностей. И очень все плавненько, спокойно. Вот у нас две разноцветные линии. И мне надо как-то синеньким пойти вот сюда вот. Зайти. А красненьким мне надо зайти на синенький. Маркерами это не очень красиво получается. Я иногда добавляю карандаши при скруглении разных цветов. Карандашами это более гладко получается, более красиво. Ну, не очень у меня идеальное получилось скругление, прямо скажу. Но идея такая, что как если бы мы смешивали два цвета. Вообще синий, ярко-синий и красный, ну, трудновато скруглять. У меня сейчас нет... А, у меня мелки есть. Сейчас я попробую мелками. Здесь уже творческий поиск, разные материалы можно пробовать. Я вот сегодня пост написала, тоже открыла для себя с помощью Светочки, как раз из Орла, которая у нас сейчас с нами. И Галя, ее подруги, приезжали девочки к нам на выездной тренинг по Питерам. И рассказали, что существуют такие гелевые мелки. И мы все очень вдохновились, я их еле-еле нашла под заказ. Выглядят вот так вот. Ими хорошо раскрашивать. Они так интересненько размазываются пальцами. И выглядят еще, знаете, как это? Помада женская, очень, очень женский такой инструмент. Вот, так и называются. GEL CRYINS гелевые мелки. Гаварельные карандаши хороши для раскрашивания. Для линий обычно фломастер или маркеры. Как правило, наиболее универсально. Еще эти линеры, это как тоненькие маркеры, тоже хороши для тоненьких линий. Ну, вот как-то так делается скругление при разных цветах. То есть мы красным заходим на синенький, синим заходим на красненький. И делаем это максимально красивым. Мазните им. А, Наташа пишет, мазните чем этим? Гелевым. Я буду сегодня раскрашивать еще гелевыми мелками. Вот так они. Они жирненькие. Их можно вот так вот, например, круги, если делаем. Их потом можно так вот пальчиками растушевывать. В общем, я в восторге. Но это не обязательно сразу все пробовать. Для тех, кто начинает, вам достаточно фломастеров и просто ярких каких-то хороших цветных карандашей. Для тех, кто продолжает, там уже начинаешь, конечно, экспериментировать. И знаете, уже становишься таким маньяком рисовальных всяких штучек, принадлежностей. Да, мазнула. Так, продолжим. Продолжим свои круги. В Питере только в Букоеде пошла, нашла под заказ гелевые мелки. То есть обратиться надо к продавцу и попросить, потому что продавцы про них не знают вообще. Большинство продавцов даже не слышали. Они очень удивляются, когда находят в каталоге. Да, похоже на масляную пастель, но там есть отличия. Во-первых, масляная пастель так сильно не растушевывается, по моему опыту. И во-вторых, по масляной пастели, по-моему, сверху не очень что-то хорошо накладывается. А по гелевым мелкам, когда они высыхают, как я понимаю, даже маркером можно пройтись. Снова, да, то есть больше возможностей как-то у них. И они даже пожирнее, чем масляная пастель. Во, на зоне есть такие мелкие. Спасибо, Лем. Почему-то я пока не искала тоже в интернете. Надо еще, наверное, погуглить. Саша пишет, а сейчас свои карандаши и фломастеры четко охраняются от ребенка. Делиться не хочу. Ой, у меня тоже, знаете, у меня вообще, конечно, такая добрая мама. И у меня, я сначала дочке говорю, нет, это только у меня для работы, не дам. Потом она так подластится, что я даю. Все это быстро, конечно, расходуется. Или теряется. Все мои драгоценные инструментики. Ну, конечно, стараюсь сохранять. Ей покупают. Знаете, похожие, такие же тоже свои наборы. Но у нее-то все быстро исчезает небытие. И опять начинается мама. Дай мне такой цвет там, мама, дай мне, Сань. На мастере. Трогелевые мелки. Она у меня пока не расчухала еще. Не просит. Наверное, надо будет купить еще. Дела один. Как комплект. Напробу. Ну, собственно, я практически все искруглила. Видите, кое-где продублировала линии. Такой получился рисунок. Похоже на что-то такое растительно-природное. И следующий шаг. Следующий шаг мы начинаем раскрашивать. Мы можем внести сюда цвет. Смотрите, в принципе, для изменения состояния этого уже может быть достаточно. Можно даже не раскрашивать. Особенно, если вы где-то там в городе или где-то перемещаетесь. У вас нет под рукой маркеров. Можно рисовать даже обычной шариковой ручкой. Вот я тоже тут писала. Мой любимый французский мужчина. Я ему показала мирографику. И он тоже стал рисовать. И вот второй свой рисунок он принес мне с работы, с какого-то скучного совещания. Просто на каком-то клочке бумаги, сделанной обычной шариковой ручкой. Но суть в том, что он у него сработал. Там, что он сидел на скучном совещании. И рвался ко мне. И как только он нарисовал, даже в процессе все как-то стало динамичнее, быстрее. И настроение у него изменилось. И очень быстро все закончилось. И он пробежал ко мне очень радостно с этим рисунком. А я была тоже неимоверно рада. Потому что накануне, когда я ему показывала, я ему показывала алгоритм снятия ограничений. И он взял вообще какую-то такую, знаете, тяжелую эмоциональную тему. Какие-то свои страхи, связанные с отношениями. И у него пошло сопротивление. У кого-то бывает голова начинает болеть. У него тоже стала тяжелая голова. Ему стало как-то это все скучно. Он такое лицо делал, что я даже пожалела в какой-то момент, что я ему стала эту нейрографику показывать. Вот. И я очень удивилась, когда он сам на следующий день начал ее рисовать. И сейчас вот он, ну он во Франции работает. Я здесь, пока мы общаемся по WhatsApp, и он мне периодически стал присылать свои рисунки. И рассказывает, что там, какие фигуры, что обозначают, что там, с чем он работает. Просто прекрасно. Поэтому, если кто-то из ваших близких, потом тоже включится. Ну, это отличный инструмент для работы на собой. Когда не нужен психолог, не нужен коуч. В общем-то, вы сами очень многое можете прорабатывать. Хотя психологов и коуча никто не отменял. Я сама провожу индивидуальные занятия по нейрографике. Я также провожу сессии тета-хиллинга. Это, конечно, большая помощь, когда подключаются ресурсы специалистов. Я это очень люблю. И сама обращаюсь, кстати. За такой же помощью, когда надо. Но при этом через нейрографику многое можно делать самостоятельно. Вот сейчас я использую как раз эти прекрасные мелки гелевые. Потому что ими можно ярко и быстро раскрасить. Раскрашиваем мы как? Раскрашиваем мы интуитивно. Потянулась рука, захотелось, такой-то цвет там взять. Я предлагаю здесь раскрашивать именно круги. Можно здесь, кстати, сразу уже разные цвета брать. Линии все-таки рекомендую, особенно поначалу, рисовать одним цветом вот эту сетку. По сути, мы сейчас образовали некую нейронную сеть у себя внутри. Строили нацеленную на гармонию и единство. А сейчас мы еще добавим туда эмоции, яркости, радости. Для меня желтый цвет это всегда свет, радость. И нейрографика любит желтый цвет. Да, и кстати, вот этот вот прекрасный мелок могу немножко растушевать. Пальцы, конечно, потом все будут цветные. Ага, вот Лена пишет. Я сегодня на лекции рисовала ручкой. Скуку как рукой сняла. Динамика в рядах началась. Я даже решила прекратить рисовать, чтобы не сорвать лекции. Ну да. Тут надо аккуратней. С рисованием и с запросами. И все вдруг встали и начали танцевать. Ча-ча-ча. Такой эффект. Мы же все влияем друг на друга и на реальность. У одного что-то изменилось в сознании. Поскольку все едино. То реальность так интересно отражает это все. Так, как мы тут рисовали в воскресенье. У нас было живое занятие по нейрографике. Освобождали 100 бит. Тоже писала я буквально на днях вчерась. И потом пошли медитировать к нам в Петергофе в парк. И вдруг там какая-то компания бурная моряков. Что они там бурно как-то себя выражали, проявляли. Причем на иностранном языке. Я так и не поняла, кто это был. То ли корейцы, то ли китайцы, то ли еще кто. И потом слышу, наши русские включились. Что-то им там кричат, говорят. Мы закончили плавненько так медитацию. Ну все хорошо провели. Я смотрю, наши русские мужчины. Велели им вынести за собой мусор. И мимо нас начали шествовать эти моряки. Таща какие-то огромные мешки. Черные, знаете, мешки для мусора. Полные мусора. Причем у каждого было по мешку. Я вообще офигела, извините за выражение. Потому что я так и не поняла, откуда они набрали столько мусора. Что они там жили неделю, что ли, в парке. При этом никаких палаток, ничего замечено не было. И в общем, они мимо нас потащили этот мусор. Послушника, главное, так радостно нам помахали. Мы им тоже сказали thank you. Показали, что они молодцы. Вот. То есть мы почистились, поосвобождались от внутреннего мусора, от обид. И тут же вселенная нам отразила, почистился наш английский парк. Так. Так, вот, вот, вот. И можно также цвет пустить на фон. Да, цветом желательно закрашивать не по отдельной ячейке. Если уж у нас есть тут какие-то ячейки, а у меня крупные сегодня, да. Какие-то фрагменты, сегменты. А хотя бы несколько, там, две. Тем самым мы еще больше вот эту идею интеграции, объединения, ее, знаете, запускаем в свое подсознание. Потому что класс видит, что у нас какое-то объединение происходит в нескольких частей, в одну. Вот здесь у меня одна большая ячейка. Я ее тоже так вот. Кстати, в процессе, если хочется, можно добавлять линии. Можно добавлять еще кругов. Никто нам не запрещает. О, у нас гроза похожа за окнами. То есть такое очищение какое-то идет. Природа. Так, Оля пишет. Я как на совещании сидела и рисовала круги. Мой директор посмотрел на мой рисунок и сказал, что если бы совещание продлилось еще полчаса, то я сделала бы ему кольчугу. Прекрасно. Да, директор с юмором. Кстати, кольчуга очень хороший такой символ из кругов. То есть это такая защита, оберег. Круг это еще ведь оберег. Защитный круг недаром. Вот что-то такое у меня сегодня рождается. Я могу еще других цветов добавить на фон. В нейрографике линий много не бывает. На нейрографике кругов много не бывает. Линии это новые нейронные сети, связи на ту тему, которую мы задали изначально в рисунке. Но здесь у нас была какая тема? Собирание из себя, гармонизация своего состояния. Соответственно, мы проращиваем через линии, создаем новые нейронные связи, которые будут помогать нам создавать и ощущать эту внутреннюю гармонию и целостность. И кругов в нейрографике много не бывает. Потому что круги это изначально гармония и целостность уже. Кстати, у кого круги не очень круглые, можно отдельно даже потом самим потренироваться, порисовать круги. Бывает такое, что у меня на живых занятиях, я еще в Питере провожу, кстати, кто из Питера, тоже пишите. Включу вас в чат отдельный питерский. Для рисующих и рисуют такие обальчики, знаете, такие яйца вместо кругов. Это тоже неплохо, но лучше потренироваться, чтобы круги становились все более круглыми, тем самым ваша внутренняя гармония будет становиться все более гармоничной. Вот Настя сказанула. Мастер художественного слова. Сама прямо прусь от себя. Кстати, самое, знаете, хорошее женское да и мужское, наверное, состояние — войти в состояние, когда прешься от самого себя или от самой себя. Я это люблю, не всегда тоже получается, загоняюсь временами, но в целом нейрографика тоже помогает. Начала рисовать, снова вернулась к этому состоянию, когда просто прет от процесса, кайф от жизни. Давайте такой. Ух, ну, наверное, достаточно. Вот Наташа пишет, я овальщица. Овальщица, Наташенька, тренируйте круги. Настя, сколько планируется техника, примерно сколько по времени? Если бы я знала техника, это минимум еще две. А сколько по времени, я надеюсь, уложится до 10 часов прям точно, потому что мне надо будет там с дитями заниматься. Вот. И с Милом пообщаться. Сегодня я не смогла особо бы научить занятым. Он тоже хочет диалога. Так. А что такое ОС? Или ОК, видимо, это. Так. Ну что же. Если вы что-то не закончили, можно сейчас отложить эти рисунки и потом к ним вернуться. Я думаю, что основной принцип понятен. Так. А я, собственно говоря, перерисну страничку. И сейчас у нас будет что-то тоже интересненькое. То, что я еще не давала, и мы еще не рисовали. В таком вот варианте. Немножко рискованно даже. И задам вам вопрос. Если, как вы думаете, особенно те, кто рисовал, да и те, кто не рисовал тоже, если мы хотим себя взбодрить, вот кто-то писал, что мешает лень, апатия, какое-то состояние болоться, что-то вот хочется, что там было какой-то целеустремленности, что-то из этой серии, да, вот такого движухи, то, что мы можем порисовать. Ну, точнее, даже подскажу, какие фигуры мы с вами можем порисовать, чтобы придать себе бодрости, динамики, движения. А Галя пишет, я всегда от ваших занятий получаю огромное удовольствие. Спасибо большое, Галя. Я тоже от ваших комментариев всегда получаю огромное удовольствие. Я вас помню, вы у меня уже, да, не первый раз. О, система отношений. Сенсей, сэмпай или учитель-ученик. Прекрасно. Не очень не ощущаю себя сэмсэем. Может, раз за что, сэмсэйкой. Так, Ира опоздала. Запись планируется. Да, Ир. Присоединяйтесь, если вы не опоздали, ну, то есть вы опоздали, но вы еще можете успеть прекрасно порисовать. Да, спасибо вам за ответы. Треугольники. Смотрите, кто рисует первый раз? Пожалуйста, аккуратнее с треугольниками. Кто рисует не первый раз? Тоже аккуратнее. Сейчас я вам покажу разные варианты работы с треугольниками. Почему аккуратнее? Потому что в треугольнике есть углы. А я уже сказала, и многие уже знают, что углы – это у нас некое напряжение. Это может быть конфликт. Само по себе рисование треугольников может дать нам некий волшебный пендаль даже. И выход, некоторый выход из зоны комфорта. Но иногда нам это нужно. Поэтому, поэтому мы таки с вами порисуем треугольники. Но смотрите, если в вашей жизни и так все остро и много конфликтов, может быть, даже сейчас не стоит рисовать треугольники, а продолжите рисовать круги. Или продолжите, начните новую работу с кругами, или закончите текущую работу с кругами. Просто послушайте меня. Для тех, кто уже опытный, чувствует нейрографику, рисунок, попробуйте, но тоже послушайте себя. Послушайте себя. Но я еще дам такой момент техники безопасности с кругами тоже, чтобы это не было как-то совсем обострено. Я рисовала треугольники, не сразу, скажу я вам. Вообще у меня с фигурами очень интересные отношения были. Я сначала любила только круги, потом чуть-чуть треугольники. Но я их опасалась. Вообще треугольник – это еще мужская энергия. Это такая, знаете, агрессия. Мужская энергия – это же агрессия, экспансия некоторая. Цель, целеустремленность, вектор, стрелка, недаром треугольна. Вот. Черным все-таки продолжим. И в конце я подружилась уже с квадратами. Квадраты тоже не любила сначала. Не особо как-то. Мне скучные они были. Ну, такие треугольники. Как мы рисуем? Точно так же, как мы делали с кругами. Мы слушаем себя. Если вы хотите, вы можете, кстати, подумать, в какой сфере сейчас вам нужно это состояние движения, активности, бодрячка. Может быть, это не в семье, а где-то на работе. Может быть, это в ваших каких-то проектах. Вы можете прям подумать об этом, и тогда именно это состояние пойдет туда, эта энергия. Сейчас, кстати, подумаю, где я хочу движухи. В работе у меня достаточно сейчас движения. Мне нужно, может быть, движение в более бодром подъеме, кстати, по утрам. Я, знаете, такая из таких ленивых. Из тех, кто встает, так раскачиваюсь медленно. Я в утру сонная, меня лучше не трогать. Хотя сегодня мы даже на пробежку с дочкой выбежали. Но это было уже в 10 утра. То есть мы в 9 завели будильник, и к 10 я смогла как-то вытащить себя на пробежку. И дочка меня тоже подпинывала слегка. Так что вот на утренние пробуждения, на утреннее бодрое состояние нарисую. Никогда еще не рисовала. Будет что-то новенькое. Вообще на бодрость. На бодрость, на свежесть в голове, в теле. Я люблю поспать, понежиться. Тоже хорошо, но иногда все-таки мешает. Значит, про спирали это отдельная тема. У нас мужчины есть. Геннадий, привет. Спирали используются в двух словах. Это может быть раскрутка, экспансия, развитие чего-то. Развитие отношений, развитие бизнеса. А увеличение, развитие денежного потока. Если в двух словах. Но на спирали это проводится отдельно, прямо вебинары. Вот. Да, это рисуем на новом листе. Лен, треугольнички рисуем на новом листе. Свет пишет, вчера рисовала до 12 часов и утром встала наполнена и счастлива. Да, кстати, классно бывает, очень мадрит вообще рисование нейрографики. Я сейчас не очень много успеваю для себя порисовать. Хотя, конечно, успеваю, выкраиваю время. Но не столько, сколько хотелось бы. Вот, использую вебинар. Хотя бы у меня есть законный повод порисовать спокойно. Меня никто не отвлекает. Даже выключен телефон. Звук. Треугольники могут быть у нас разного размера, разной конфигурации. И понятно, что у них все треугольные, но как-то прямоугольные, равнобедренные, равносторонние. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Здесь какой-то пустоватый. Могут пересекаться друг с другом. Колка смотрится. Да, Наташа, колка смотрится. Это вот, я думаю, что особенно те, кто занимался какими-то энергетическими практиками, может быть, рейки, то в принципе, ну сейчас вообще, мне кажется, уже все практически становятся чувствительны к энергиям. Ощущается, наверное, разница в энергиях между кругом и треугольником. Вот что за энергия в треугольнике? Она более динамичная, она более колкая. Она такой внутренний какой-то драйв вызывает. Подъем хочется уже, мне уже хочется что-то пойти делать в начале. И смотрите, что мы здесь можем сделать, чтобы немножко смягчить эту остроту? Как вы думаете? Вопрос ко всем. Даже голова заболела. Ну вот тоже голова может заболеть в разных моментах. Обращайте внимание, в какой момент у вас, да, что это сопротивление. Может быть, это сопротивление какой-то, есть, как сказать, дисгармония в отношениях с мужской энергией. Потому что треугольник для меня это больше про огонь, больше про мужское. Может быть, какое-то непринятие мужской энергии есть. Может быть, тема, которую вы взяли, там есть какие-то внутренние ограничения, сопротивление, отсюда это пошло. Мне сложно так диагностировать, да, на групповом вебинаре. Вообще, приходите на индивидуалки, на нейрографику индивидуальную, на тета-сессии. Это всегда очень интересно, глубоко и предметно, конкретно про вас. Сгруглить. Наташа пишет чат, чат пишет. Спасибо за ответы. Продлить линию углов, обвести нейролинии. Спасибо. Усы из вершин пустить. Спасибо. Не очень понятно, кто это написал такое латиницей. О, Катюш Ракшина. Привет. Привет. Круг хочется. Вот, кстати, Катя дала ответ, который я хотела вам тоже предложить. Хотя все остальные ответы тоже вполне хороши. Скруглить углы обязательно. Мы это будем делать. Устики из вершин. Да, я покажу, как можно тоже пускать. Хочется вписать круги в треугольники, сгладить углы. Продлить линию углов. Обвести нейролинии. Можно ли треугольники рисовать на одном листе с кругами? Да, да, да. Вот сейчас про это. Спасибо. Лена. О, Галечка, привет. Ты здесь. Прям рада. Так, девчонки. Девчонки у меня занимались онлайн долго. Наконец приехали на выездной по Питер. Так было приятно увидеться вживую. Так что кто из других городов и захочет, приезжайте в Питер. У нас тут живые занятия, тепло. По крайней мере, не всегда по температуре, но по настроению. Значит, смотрите, что можно делать. Вот у меня треугольничек. Я могу взять и просто поместить его в круг. А то, что у нас в кругу, уже, знаете, гармонизируется. То есть у нас вот эта вот конфликтность, она у нас, это движение происходит гармонично. Опытный рисующий, слушайте себя. Может быть, вам не надо все обводить, да, треугольники. Но я сейчас просто покажу, чтобы, особенно для новеньких, чтобы у нас все было экологично и безопасно. Я взяла группу треугольников, сразу поместила в круг. Не очень, может быть, он у меня ровненький. Тут большой. И сразу мне стало спокойнее. То есть движение осталось, но при этом оно происходит в таком защищенном, безопасном варианте. А вот этот треугольник мне не хочется помещать в круг. Я хочу оставить некую простраду для себя. Могу нарисовать, кстати, тут еще кружочек. Он, может быть, тоже как-то сбалансирует вот этот мой треугольник. Вот уже комбинация двух фигур у нас здесь пошла. Как ответ на ваши вопросы про круги и треугольники. И дальше все, мы идем уже по известному вам алгоритму. Мы начинаем скруглять все пересечения. Наташенька спрашивает, а если не хочется рисовать круги? Наташа, ты у меня, по-моему, уже рисовала, насколько я помню, опытная рисующая. Если не хочется, не рисуй. Но ответственность опять-таки мы берем за свою жизнь, за ситуацию на себя. То есть я вам даю разные варианты, предлагаю разные альтернативы. Вы все люди взрослые, поэтому ваша жизнь, если вы прям чувствуете, что нужна динамика. Я на денежный свой прорыв тоже рисовала круги, их особо не скругляла. Ой, рисовала треугольники. Их, правда, тут не очень видно, но тут большие треугольники. Но для меня они тогда были большие и смелые очень. Сейчас я понимаю, что это просто ничего особенного. Но в тот момент для меня было очень смело нарисовать такие вот большие красные треугольники. И я их не помещала ни в какой круг. И при этом у меня все происходило и произошло гармонично, без всяких эксцессов, стрессов. Денежный мой поток мягенько, но неуклонно увеличился и увеличивается. Не рисуется, не рисуйте. И мы сейчас начинаем скруглять также все пересечения. Да, что мы можем сделать с треугольниками про усики? Во-первых, мы можем... Вот у меня треугольничек здесь. Я могу пустить нейролинию в такой вот усик из его угла. И тут скруглить вот этот момент выхода нейролинии. И внутренний уголочек тоже немножко подскруглить. Я сейчас не буду сильно скруглять вот эти углы в треугольниках, чтобы они не потеряли все-таки свою форму треугольник. Потому что можно так скруглить, что треугольник перестанет быть вообще треугольником. Но все-таки уголки я поскругляю. Здесь тоже я могу пустить нейролинию. А если в круг вошла только часть треугольника, это уже шаг гармонизации? Ну, в принципе, шаг. Так, да, Танюш, все равно же ты идею круга внесла. Окей, да, это шаг гармонизации. Можно же вообще... Мы у Павла, кстати, вот прошлым летом был интенсив в рамках инструкторского курса под Питером, Зеленогорский. И мы целый день... У нас был день, по-моему, мы рисовали тоже вот так же фигуры, еще более как-то даже погруженно. Мы рисовали много рисунков с кругами, только с кругами. Потом много только с треугольниками. Потом много только с квадратами. То есть мы рисовали чисто треугольники, без всяких кругов, без всяких, знаете, такой подстилочки. Вот. И все расподрились, но никаких особых конфликтов, ничего такого не произошло. Ну, просто что-то поднялось, да, может быть, на поверхность. Как-то движение больше стало. Ну, то есть Павел так прям у нас зажигал этими треугольниками. Говорит, давайте все поднимайте, вынимайте какую-то вся вот эта вот активность, агрессию. Ну, для новичков все-таки рекомендую добавить кругов, знаете, так, особенно кто совсем первый раз рисует, ну, чтобы не создать себе каких-то дополнительных сложностей или таких излишней движухи в жизни. Это еще несколько слов хотела про состояние сказать. Вообще многие из наших состояний привычных, откуда идут? Наши родители, наш род. Вот, себя тоже, когда анализирую, я часто замечаю, что у меня до сих пор еще всплывают, а раньше так вообще во всей красе, это мамины программы. У меня мама человек очень тревожный, мнительный, любящий суетиться, любящий беспокоиться. У нее, как это говорится, кашей не корми или хлебом не корми, а дай побеспокоиться. Вот, и я очень много прорабатывала всяких маминых шаблонов. В общем-то, сейчас продолжаю. Также могут, знаете, как из поколения в поколение тянуться какие-то вещи, которые влияют на наше состояние и в целом на нашу жизнь. Вот у нас будет в следующую среду, 27-го числа, такой мастер-класс онлайн. Называется «Нейромандала рода». По нейрографике там мы будем рисовать нейромандалу на проработку своего рода, в отношении с родом, блокировок в роду. Очень интересная техника, очень интересные у нас были результаты. Кстати, вот Галя, по-моему, Денисенко у нас, насколько помню, как раз участвовала. Даже Галь, по-моему, твою мандалу там себе во встречу выкладывала. Понравилось. И часто было, что участник рисовал мандалу на вебинаре, с первого раза она не очень получалась, и потом шел кейс, серия из нескольких рисунков по одной технике на одну тему, шла вторая мандалу, третья, до состояния удовлетворения, чистоты и красивости, ну как вот удовольствия от рисунка. Особенно, если вы особо не работали с темой рода, или работали, но чувствуете, что недостаточно, что есть еще какие-то хвосты, которые тянутся, что вы повторяете какие-то родовые сценарии. О, Поленочка скинула ссылочку, спасибо тебе, дорогая, очень тебе рада, прям спасибо. Вот. Я сама, когда рисовала нейромандалу рода, у меня четко вышел узел, там мама, бабушка, и, в общем, еще хочу перерисовывать ее. Пока руки не дошли. Причем это не специально, а вот, знаете, как это, рисунок не обманешь, тело не обманешь. Если мы можем, знаете, умом себе что-нибудь напридумывать, и сказать, что у меня там проблем нет, все хорошо, начинаешь рисовать, и видно, видно, где непроработанные участки, где блокировки в роду. Вот. И очень глубокая работа происходит через рисование. На 7 поколений идет гармонизация рода. Плюс мы будем делать тета-практики, тоже помогающие трансформировать и очистить какие-то деструктивные программы, программы там бедности, нехватки, нехватки, страха успеха, ограничений, проблем с личной жизнью, проблем с мужчинами. У многих у нас в родах, у женщин, там, эти сценарии, что мужчины не задерживаются рядом. Вот эти все вещи. Поэтому приходите, стоимость там вполне бюджетная, и это будет инструмент, к которому вы сможете возвращаться, научить, может быть, своих дочерей, если они уже готовы с этим работать. Так, а что с узлами делать? Спрашивает Тамара. С какими узлами? Интересно. Мы все пересечения скругляем. Если несколько пересечений, мы их тоже скругляем. Мне не очень понятно, что за узлы. Саша спрашивает, в курсе по нейромандали? Да, это бы мандал рода была. Она там во втором вебинаре, последняя или предпоследняя, да. Кто проходил, у меня есть целый курс уже в записи, там 5 вариантов нейромандал. На отношения, на личные качества, на желания, на рисунках при выбросах. Тамарочка, мы пока выбросами сейчас не занимались. Ну, вообще мы все скругляем или убираем все лишние линии в фигуры. Вот. То есть основной алгоритм, все пересечения, которые образуются, мы скругляем. Где-то мы можем добавлять круги. Если Тамара, вы есть у меня в ВКонтакте, можете присылать рисунок конкретно, я посмотрю, что за узлы. Так мне не очень понятно. Вот. Но мы выбросами, выбросы сегодня, это не наша сегодняшняя тема, да. Мы сегодня выбросы не будем делать. Это отдельная тоже тема. У меня есть в открытом вебинаре. Линии, как веревочки. Хорошо. Высыпательное такое состояние накатывает. Интересно рисуем треугольники, стал накатывать засыпательное состояние. По-всякому бывает. У меня бодрость наоборот. Можно округлить углы у треугольников. Да, Оксан, мы скругляем углы, особенно внутренние, и чуть-чуть внешние подскругляем, и где-то линии можно из внешних углов, вот такие усики выпускать. Но так не очень жирно, чтобы треугольники оставались треугольничками все-таки. Найдите меня в ВКонтакте, пожалуйста. У кого какие-то конкретные вопросы по конкретным рисункам, я, может быть, не очень быстро, но отвечу. Если вы вышлете особенно рисунки. Кстати, рисунки можно будет выложить у нас в группу. У нас есть тема. Полинушка, если ты меня слышишь, если тебе нетрудно, я не приготовила что-то, ссылочку. Я даже боюсь сейчас с площадки куда-то переключаться. В нашей группе есть тема «Рисунок, творящий будущее», по-моему, в обсуждениях. И там мы выкладываем рисунки с открытых вебинаров. Там уже много есть рисунков, там уже есть результаты некоторые. Там еще очень много отзывов накоплено в разных темах нашей группе. Группа называется «Мастерская креативной психологии» Кирилла и Анастасии Петровых. Мы ее создавали с моим бывшим мужем, партнером. Ага, вот моя страничка, Полина выложила. Если будете стучаться в друзья, тоже напишите, что вы там с вебинаром. Потому что у меня очень много висит непринятых заявок в друзья. Я просто не успеваю их принимать. Ага, ссылочка на группу. Там, Полиночка, если не сложно, там эту тему, может быть, ты найдешь, тоже кинешь нам сейчас сюда, чтобы девочки потом выложили. А можно попозже кинуть, не прямо сейчас, когда мы уже нарисуем. Попозже. Ссылочку на тему. Очень не любопытно, конечно, будет посмотреть ваши работы, что получилось. Да, если вы заметили, что я еще делаю. Я немножко дублирую линии, вот контуры фигур своих треугольников, тоже нейролинии. Это тоже такой вариант некоторого смягчения, придания вот этой природной, растительной такой окраски фигурам. То есть здесь можно по-разному действовать. Можно более острые делать треугольники. И сам Павел иногда их не смягчает, да, они у него такие прямо, ух, мужские, остренькие. Можно их смягчать нейролиниями, скруглениями, помещением в круг. Слушайте здесь себя, потому что самый важный оценщик, да, это мы сами, нейрографики. И критерии, это наше собственное ощущение. Достаточно нам остроты, пошло движение, или слишком остро надо смягчить. Вот слушайте себя. Я, конечно, рисунки комментирую, но я всегда прошу так же писать ваше собственное ощущение, когда мне высылают рисунки. Что это самое главное. А можно в треугольниках круги нарисовать? Да, тоже можно, Оксан. Можно, я сейчас не стала, давайте нарисую, тоже как вариант. Вот у меня здесь треугольничек, я возьму внутрь круг, помещу. То есть он тоже придаст вот эту идею целостности, гармонии. Вообще есть такое выражение, что в нейрографике кругов много не бывает в рисунке. Вот мы взяли кружочек внутрь треугольника. Еще для меня это что-то, знаете, про сочетание мужского и женского. То есть треугольники мужской, острота, а женская мягко его обволакивает, чтобы эта мужская агрессия, сила, мощь, она была не разрушительной, а была экологичной, гармоничной. Женщине важно уметь мудро обращаться с этой мужской силой, агрессией, стихийностью. У меня мужчина тоже, он, конечно, очень деликатный, сколько француз, он такой джентльмен. Периодически в нем, знаете, начинает бурлить итальянская кровь. Я тут недавно выяснила, у меня были подозрения, что у него итальянские корни. Как раз на днях спросила, он говорит, да, из итальянского рода, по-папе, по-моему, и он может вспылить, сбурлить, что-то там наговорить. Вот, я вначале вообще очень тоже бурно реагировала, что такое, что-то тут не высказывая. Сейчас уже проще, но вот понимаю, что важно не вступать и не включать тоже своего внутреннего мужчину и не биться на треугольниках, да, там, доказывать какую-то свою правду, правоту. А по-женски так утекать, уходить или мягенько, просто, знаете, так, огибать эти острые углы. И очень интересно получается. У меня вот Фред, он быстро вскипает, но потом он очень быстро отходит и быстро начинает все сам разруливать. Кстати, у Кирилла такая же черта есть, они похожи. Сам заварил кашу, потом сам разрулил. А у меня, наоборот, видимо, более по-женскому типу, больше воды, и я могу потерпеть, еще что-то, а потом я могу обидеться, и так, это, мне надо время, чтобы отойти. Я не могу сразу быстро мириться, сюси-сю, сюси-пуси, мне надо там отстраниться, побыть в себе. Вот. Такая динамика тоже очень интересная. Сейчас. Вчера вот тоже мы, ну, редко ссоримся, но вчера что-то какое-то было, обострение в отношениях. И Фред быстро отошел, а я там дулась. И он мне, знаете что, он мне прислал мою же работу по нейрографике, где я моделировала его приезд сюда. Он скоро сюда собирается, в Россию. Вот. И там у меня сердечки тоже, фейерверки. Он такой пишет, ну, слушай, типа, ты уже нарисовал это все неминуемо. Конечно, можешь подуться, но рисунок же должен сработать. Вот у тебя же там сердечки. Я, конечно, быстро заржала. Думаю, вот, блин. Да, тут уже нарисовано. Нейрофутуризм, да. У меня ни одного круга, но рисую синим карандашом. Сейчас почувствовала, что еще надо добавить треугольник. Тема рисунка, деятельность увеличивается. Без кругов хорошо? Ну, я уже ответила, Лен, да, что можно. Главное, чтобы это было комфортно для вас, да, чтобы вы ощущали, что вам сейчас это хорошо. И я практически все скруглила. Если что-то не скруглила, то скруглю потом, чтобы у нас времечко не терялось, и мы успели все запланировано сегодня. Я начинаю ввозить цвет. У меня здесь уже такая комбинация. Внутри большого круга несколько треугольников. Сейчас я подумаю, как мне это все сочетать. Мне хочется сейчас голубые треугольчики. Цвета тоже можно интерпретировать. У меня есть своя методика, но это не сейчас, это больше на платных вебинарах. Я рассказываю, анализирую рисунки. После бесплатных тоже анализирую, но может быть не так тщательно, потому что все-таки это все требует тоже времени, энергии. Когда у нас какие-то платные программы, то там даю более полную обычно обратную связь. С помощью каких фигур можно поработать с лишним весом? Хороший, Оль, вопрос. Вообще фигуры все можно использовать. Здесь скорее с помощью каких алгоритмов можно начать с алгоритма снятия ограничений, потому что если лишний вес, то где-то внутри есть какие-то ограничения сопротивления стройности, стройности, полному здоровью. И самое простое, с чего можно начать, он есть в открытом доступе, пишите мне, вышлю, у меня в записях есть, в видеозаписях тоже. Так и называется снятие ограничений. Есть вебинар Павла Пискарева, и у меня есть даже два уже в своих вебинарах по этому алгоритму. Можете сами под вебинары его начать прорисовывать. Если фигуры, можно начать с кругов, опять же, то есть гармоничный вес. Может быть, треугольники сюда тоже, потому что лишний вес, может быть, недостаток какой-то, движения, динамики, метаболизм, медленный. То есть, для ускорения, для построения, может быть, треугольники, но треугольники, все-таки фигура такая неоднозначная для новичков. Особенно, поэтому. Так. Так. Продолжение следует... 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 Простите... Продолжение следует... 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 Это что-то такое очень устойчивое, земное. Это могут быть земные материальные блага. И у меня было, знаете, такое непринятие, может быть, даже земных энергий. И отсюда проблемы с финансами, недостаточно я получала поддержки от земли, потому что не принимала. И для меня он был скучным одно время. Как только я полюбила квадраты, у меня тоже стало все гораздо лучше с земным планом. Я была несколько оторвана долгое время, оторвана от земли, витающая такая в духовных сферах. Но при этом, когда нет укорененности, нормально, это дисгармония все равно. Хорошо, когда мы и в духовном плане, и в земном сбалансированы. Платформа про прямоугольник. Фундамент, да. Фундамент, может быть, стабильность, устойчивость. В принципе, прямоугольники тоже можно рисовать. Я, правда, редко их рисую, чаще квадраты. Так, сейчас секундочку порисуйте. Я налью водички себе, у меня кончилось смочить мое прекрасное горлышко. Я налью водички себе, у меня кончилось. Я налью водички себе, у меня все окно. Продолжение следует... Продолжение следует... Всякие учителя, вуру, ведущие, это прекрасно, но самые главные, знаете, критерии и все ответы внутри нас самих. Это вот самое прикольное. И по сути я свою роль и миссию вижу в том, чтобы помогать людям наладить вот эту связь с собственной мудростью, глубиной и силой, и знанием. Добавлю я все-таки зеленый. Вот я еще не решила, но рука уже взяла и стала добавлять. Значит, тело знает. Тело согласилось с моим. Да, будет зеленый. Вопрос от Ирины Журавлевой про цвет. Ну, с цветом это отдельная тема. Это я все-таки чаще на платных программах рассказываю. Да, то есть вообще разные есть системы трактовки цветов. И по большому счету, какую ты систему принял, та и будет работать. Потому что есть пять элементов усин. Нам давал Павел тоже на инструкторском курсе работы с цветами. Она мне не очень зашла. Может быть, пока, может, потом я ее как-то приму. Я люблю анализ цветов и чакр. То есть вот такую вот систему видения. Соотнесение цветов и наших семи чакр основных. Вы можете, в принципе, вообще сами назначать цвет. Допустим, зеленый у меня денежный цвет. И это будет для вас работать. То есть можете назначить голубой, знаю чем, отдыхом, релаксом. И для вас это будет так работать. Все же в нашем сознании, в нашей голове. Так, не очень поняла вопрос, Саш. Сейчас в сайте отрисования есть изменения. Саш, уточните, пожалуйста, вопрос. О чем? Смотрите в интернете. Да, ну, не знаю. И немножко хочу затронуть фон цветом. Если ко мне вопрос сейчас, что ощущаете от рисования, есть изменения. Если в целом, что ощущаю, я уже много рассказывала в начале, что у меня очень много собственных результатов. И у меня практически все рисунки приносят какой-то результат. Как минимум внутреннее облегчение, если что-то меня напрягает. Но практически всегда это результат изменения во внешней реальности. Это какие-то ощутимые, видимые изменения. Не всегда прям мгновенные, но очень часто. Сейчас я ощущаю спокойную бодрость. Если про этот рисунок. Я ощущаю сейчас бодрость, я взбодрилась. Но при этом она такая не бешеная, как у меня бывает, знаете, такая чересчур суетливая бодрость. Какое-то напряжение. А сейчас такая спокойная бодрость. И мне нравится это состояние. А если в целом, у меня очень много. У меня на стене ВКонтакте выложено. Постоянно что-то выкладываю, рисунки. Уже, может, надоело кому-то там из своих подписчиков. Но меня дотрет, поэтому я это все выкладываю. И свои рисунки, и свои результаты. И, в частности, год назад у нас была проблема, в школу не могли ребенка устроить. Он у нас был на домашнем обучении несколько лет. И мы поняли, что пора все-таки его как-то в такую нормальную школу отправить, чтобы он получился как-то более систематизированным, а не халявным. И не было места совершенно у нас во все школы. Думаю, куда бы мы ни сунулись, как раз в конце мая везде нам отказывали. Говорят, что классы переполнены, места нет для гимназии. Там у него не хватает каких-то там знаний. Я нарисовала рисунок, расслабилась, забыла. И мы очень легко летом, среди лета попали в желанную школу рядом с домом. И вот сейчас, кстати, одна из моих любимых тоже уже и клиенток, и подруг, я бы сказала, Олечка. Буквально сегодня выложила тоже, она на днях попросила наших девочек поддержать с помощью тета-хиллинга. Тот же запрос был, что не устроиться, не перевести ребенка в другую школу. Вот, и порисовала, и все, сегодня вот только написала, что все разрулилось, сложилось. Я очень порадовалась за нее. Вот, Оля уже довольно давно рисует и получает свои прекрасные результаты. Вот, я еще добавляю попутно каких-то линий, фон. Да, я пройдусь, я вот уже начала раскрашивать фон. Можно, кстати, оставлять белые какие-то участки. Вот, мне пока не хочется закрашивать вот эти треугольчики. Может быть, оставлю белым, может быть, потом добавлю какого-то цвета. Может быть, уже более легкого карандашиком, не такого яркого. И сейчас я затрагиваю фон. У меня очень грязные уже все пальцы. Так, что я еще хотела рассказать вам? Улетела мысль. А, хотела ваше сообщение еще прочитать. Красный цвет имеет какое-то особое значение. Ну, вот опять-таки, я часто трактую красный цвет как первая чакра. Это тоже земная энергия. Можно так трактовать какие-то земные вещи. Это тема с выживанием, с устойчивым стоянием на земле. Это также, может быть, огонь, страсть. Тоже связанные со второй чакрой. Это оранжевая, да. Страсть, удовольствие, наслаждение, сексуальность, огонюк. Вот. Но вы можете красному цвету придать свое значение. Или для вас он может означать тоже что-то свое. Ну, то здесь нет единого верного ответа. Если хочется линии рисовать прямые, не извилистые, как у вас, на один. Вот здесь вот все-таки нейрографика, как раз именно стиль нейрографики, отличается нейролиниями, которые вот такие извилистые, которые очень природные. Если рисовать прямые линии, то это будет уже все-таки не нейрографика. И опять-таки прямые линии, это чаще про некую шаблонность, прямоту, да, привычность, может быть, даже. А нам важно через нейрографику создать какие-то новые ходы, новые связи. А они у нас, так же, как и в природе, нет абсолютно прямых линий. Так и в мозгу мы, когда проращиваем новые сети, они у нас не будут абсолютно прямые. Ну, для меня прямая, это в чем-то ассоциируется с какой-то привычной такой, знаете, как прямая колея. То есть я не могу запретить, да, Надин, рисовать прямые линии, да, вы же творцы сами своей реальности. Но это будет не совсем нейрографика. Ну, просто надо потренироваться, посмотреть, может быть, еще вебинарчики, рисунки других рисующих. Так. Так. Фломастеры какие, Саш? Вообще, фломастеры любые, пишущие. Последний раз я купила себе Кахеноровские фломастеры, они подороже, около 400 рублей. Но там набор 400, может, 30 или 450, а набор, по-моему, с 30 штук у меня. Они довольно тоненькие. По крайней мере, мне сказали, что они хорошего качества и пока действительно не жалуюсь. Я одно время рисовала фломастерами из фикс-прайса за 55 рублей, и тоже неплохие вполне. А бывало, купишь подороже, и они как-то быстро высыхали. Здесь тоже опытным путем. Сам Павел тоже не рекомендует покупать, особенно по началу, какие-то дорогие маркеры. Да, особенно если у вас ограничен бюджет. Просто, говорит, рисуйте самыми простыми инструментами. Главное, чтобы они рисовали. Так, можно оставить треугольники без связи, без усиков. А, Катюш, если ты сняла остроту с них, хотя бы скруглила внутри, я бы ответила, что можно, но на самом деле не очень хорошо, потому что все равно нам важно, чтобы у нас создавалась единая система с фигурой линий. И не очень хорошо, когда фигуры просто висят в воздухе, ни к чему не привязаны. Если у тебя не идут усиков из треугольников, то пусть они хотя бы пересекаются, как у меня здесь, да, треугольники. Как-то смыкаются друг с другом, касаются друг друга. Тогда образ будет более целостный. Так, Саша спрашивает, а иголки кактуса? Не поняла вопрос, что иголки кактуса, Саша. Получилась лоскутная одеялка. Интересно. Ют пишет, а мне вообще ручка удобнее всего, хотя только начинаю. Ну, я ручкой тоже рисовала, но мне ручки уже недостаточно, мне хочется больше как-то выразительности. Очень люблю подсвет добавлять. Может быть, пока и хватит. Вот такая у меня лично получилась спокойная какая-то бодрость. Фломастеры плавно скользят. Это от чего? Саша, если фломастеры плавно скользят, я не вижу здесь проблемы. В чем проблема? Если фломастеры скользят плавно, не застревают. По-моему, это хорошие фломастеры. Но это будет с моей точки зрения. Тоже не очень поняла вопроса. Наверное, от качества фломастеров и от качества бумаги. Так, вопрос от Таня. Можно акварельные краски включать? Ну, в принципе, можно. Поначалу вообще я бы рекомендовала все-таки освоиться именно в графике, потому что нейрографика, она больше подразумевает. Графика это что? Это карандаши, фломастеры, то есть это линии. Это не краски, это не живопись. Но, то есть, все-таки начала бы с этого и больше поработала бы, освоила бы линии. А потом уже можно, да, экспериментировать и краски добавлять. И можно акварельные карандаши размывать водичкой. То есть, тут поле для творчества огромное. А, если вопрос про мой рисунок, это не фломастеры, это гелевые мелки, то, чем я раскрашиваю. Да, да, поэтому они плавно скользят, это не фломастеры. То есть, я сейчас раскрашиваю гелевыми мелками, так и называются. Так, Ирина спрашивает, обязательно ли вносить цвет, что если не хочется раскрашивать совсем. Можно не раскрашивать. Можно не раскрашивать, можно оставить так. Так, Юля, уже почти 22 часа, можете быстрее рассказать про квадраты. Ну, давайте мы перейдем к квадратам. Ну, в конце концов, кто сейчас не сможет остаться, вы потом посмотрите в записи, да, чтобы я тоже совсем уж не гнала лошадей. Квадраты мы обязательно возьмем. Вот, потому что много вопросов, и я не хочу их тоже игнорировать, да. Давайте мы отложим тогда текущие рисунки. Переходим к квадратам. Ага. Итак, если нам нужно спокойствие, если нас что-то выбило из колеи, если мы разволновались, если у нас предстоит важная встреча, конференция, мероприятие, разговор, свидание, в конце концов, и у нас мандраж, то мы рисуем что? Мы как раз рисуем квадраты, потому что квадраты это у нас что? Вы уже все написали, ну, не все, но написали уже в чате, что квадраты это стабильность, устойчивость, защищенность. Точно так же сейчас можете выбрать какую-то конкретную тему. Где вам не хватает стабильности, устойчивости, защищенности? Спокойствие. Вот я выберу тему как раз-таки проведения вебинаров, налаживание площадок, технические моменты. Они меня выбивают немножко из колеи, я начинаю волноваться, как все пройдет, выдержит ли площадка, все ли я успею подготовить. И вообще как-то, ну, бывает, что когда надо освоить какие-то новые технические штуки, программы, я впадаю в некоторый стресс, ну, уже не так сильно, и уже более расслаблена, но все равно мне хочется ощущать себя более спокойной при выступлении перед аудиторией, перед новыми людьми. И, в принципе, более спокойной по жизни, при общении с вами, с близкими. И точно так же мы интуитивно выбираем место, размер наших квадратов. И вот ощутите сейчас, какая энергия у квадратов. Чем отличаются квадраты от кругов, от треугольников, что это такое? О, Полиночка, даже пример гелевых мелков выложила. Спасибо тебе, родная. Спасибо. Ага. Вот Света тоже написала, мягкая пастель. Замечательный материал для таких работ. Тоже пальцами можно растирать. На плиту похоже, когда рисуешь. Я еще не пробовала, кстати, мягкую пастель. Мне еще предстоит столько открытий. Знаете, мы уже сейчас мелками тут поиграюсь. Потом до пастели, наверное, дойду. Можно ли квадрат нарисовать на финансовую сферу, в табильность финансовой сферы? Конечно, Оксан, можно. Рисуйте, да. И здесь я бы под таким углом, может быть, нарисовала, что это мое внутреннее ощущение спокойствия и безопасности в отношении финансовой сферы и стабильность финансовой сферы. Потому что по себе отметила и часто об этом говорю, что мы своим же беспокойством блокируем поступление финансов, блокируем свои денежные потоки. Как только я стала в этом отношении расслабленной, она сейчас действительно довольно расслаблена. Я все очень спокойно сейчас насчет финансов, приходят и рады замечательно. Вот. То финансов стало гораздо больше, все стало легче. А пока я переживала, дергалась, боялась, нервничала, что деньги кончатся, что не хватит, экономила постоянно. Поток был пережат. Сейчас он расслабился. В хорошем смысле. Я вот, в частности, с помощью нейрографики, тет-хиллинга, конечно. У меня получилось, например, что за последние полгода я уже, по-моему, в шести странах побывала. Во Франции дважды и снова полечу в августе. Дай бог. Тоже показатель, ну, вот как роста, изобилие. Раньше не могла себе позволить столько путешествий. Уровень, вообще, изобилие как-то действительно вырос. Потому что изобилие-то не только про финансы, да, это доходы. Это какие-то места, где мы бываем. Это одежда. Это же люди, с которыми мы общаемся. Все туда входит. И, прежде всего, это, повторюсь, внутреннее состояние. То есть, меняем внутри, снимаем ограничения в этой сфере. Очень хорошо, тет-хиллинг тоже работает. Я сочетаю оба метода в своей жизни. Иерографику, вот эту хиллинг. Ну, и, соответственно, делюсь этим. Вот. Интересно, стали рисовать квадраты, пошла тема финансов. Финансов, земного изобилия, да. Вот как работает энергия, фигуры. А квадраты-то что еще? Дом, жилище. Да, у меня так получается, что сейчас появился дом во Франции, который мой любимый для нас взял длительную аренду. Довольно просторный, с садиком. Я специально, кстати, не работала с темой дома. Но у меня был один рисунок. Год назад тоже я писала на тему переезда в более теплый климат. Потому что устала я очень от питерского климата. И очень мне не хватало солнца, света и голубого неба. Ну, вот получилось так. И прошло и год, и чуть меньше года назад, по-моему, был. Сентябрь 2017. Или август, забыла. Вот появилась возможность жить подольше в более теплом климате. Потому что это южная часть Франции. К югу от Парижа. Полинушка, ты нашла набор из 12 цветов. Вышли мне, пожалуйста, табличку ВКонтакте. А то здесь в чат убежит, потеряется, боюсь. Я хочу эти гелевые белки из 12 цветов. Почему-то я искала, не нашла. Так, смотрю комментарии. Изобилие даже в разговоре есть. Можно скупиться на слова, а можно все отдавать. Да, Саш? Когда формулируешь запрос, надо подробно указывать, например, гармоничное, теплое отношение со свекровью. Спокойствие, понимание. Значит, нейрографика здесь довольно просто относится к формулированию запроса. С одной стороны, сейчас много очень техник, как формулировать цели, желания. Если вы умеете, знаете, можно формулировать подробно. Ну, в общем-то, если можно даже просто сказать себе, что я сейчас буду работать с отношениями с мамой или со свекровью, вот этот рисунок, мои отношения со свекровью, и это уже будет работать, потому что мы здесь проводим скругление. То есть мы проводим в любом случае гармонизацию через рисунок. И эти отношения начнут гармонизироваться. То есть наши нейронные связи сначала начнут выстраиваться неким новым образом. по поводу свекрови, всей этой темы. И затем это как-то отразится вовне. Или отношения улучшатся, или вы разъедете со свекровью, или она куда-то уедет. В общем, решение Вселенной, как говорится, пути Господни неисповедимы, но всё будет к лучшему. Это проверено уже совершенно точно. Вопрос от Ольги. Усики у квадратов не нужны? Усики у квадратов вполне можно нарисовать. Ну, я обычно не рисую к каждому уголку усик. Ну, как-то вот главное, чтобы квадрат не висел один сам по себе в воздухе. Можно кое-где нарисовать усики. Да, тем самым ещё больше соединив-то всё между собой с фоном. И вот вы можете видеть, у меня два больших квадрата тут проглядывают. Они даже не поместились в формат А4. Но моё подсознание дорисует их. Я понимаю, что какая-то большая стабильность у меня здесь проявилась. А, большая стабильность технических вопросов и в целом по жизни. Вот такой у меня был запрос в развитии инфобизнеса. Потому что, по сути, всё, чем я занимаюсь, можно назвать инфобизнесом. Хотя я стараюсь заниматься по-женски, не гоняясь, знаете, за количеством денег, клиентов, повышением конверсии. Меня даже эти слова, честно скажу, как-то пугают и напрягаются. Стараюсь это делать в удовольствие, расслабленно. И это тоже работает. Мне Полина помогает. Но я не скажу, и она не даст мне соврать, что мы очень много в рекламу практически не вкладываем. То есть минимально где-то помещаем объявления. И всё равно люди приходят, потому что люди приходят на энергию прежде всего. На состояние опять же. И у меня, кстати, в клиентах довольно много коучей, ведущих тренингов, целителей, тетахилеров. Практикующих рейки. Тоже меня это очень радует. Спасибо, Полиночка, тебе, да. Описано, что они не гели... А, там в отзывах в мелках описано, что не гели обычные. Ага. Вот, да, набор из 12 штук. Если кто-то найдёт гелевых мелков и мне кинет ссылку в ВКонтакте или на почту, я буду очень признательна. И напоминаю, что мы не только общаемся сейчас с вами, и рисуем, и отслеживаем свои телесные ощущения, своё эмоциональное состояние, как на вас влияют квадраты. Своё дыхание не зажимаем. Сколько у нас сейчас человечков, интересно? Кому-нибудь видно? Мне почему-то... А, у нас 99, мне пишут. Как, мне нравится эта цифра. Всё, увидела. Красота. Пишут, смотрю, немногие. Видимо, остальные рисуют, что тоже здорово. Погружены в процесс. Во время рисования можно включать приятную музыку какую-то. Я не включаю, потому что Ютуб потом не пропускает эти записи с музыкой. Вот, но вы для себя можете включать. Не рекомендуется рисовать под новости или страшилки, потому что это всё-таки работа с подсознанием, и нам не нужно туда записывать лишнюю какую-то информацию мусорную. Мы, конечно, всё скруглим в любом случае, но лучше избежать. Усики угловатые, получается? Свет, ну, это вопрос практики и тренировки. Вот у меня на страничке в недавних постах прям есть два видео, где видно, как рисуется нейрографика. Не мои видео, даже не знаю, чьи, просто в ВКонтакте увидела. Ну, там можно на паузу ставить тоже смотреть. Красиво под музыку рисунки. Можно будет пересмотреть эту запись. Не совсем волнистый, но это дело практики. В общем, напоминаю, что приходите на нейромандалу рода в следующую среду. Как вы видите, мои вебинары не очень короткие, но довольно обычно объёмные. Стараюсь дать по максимуму из того, что в данный момент приходит, что у меня есть. Есть вебинары в открытом доступе. Канал у нас называется, так и называется, по-моему, Мастерская отношений Кирилла. Нет, Мастерская креативной психологии теперь она называется. Мастерская креативной психологии. Анастасия Петрова. В общем, там есть запись тоже в открытом доступе. В общем, не теряйтесь, пишите, приходите. А кто из Питера, пишите мне ВКонтакте. Включу вас в питерский час. Кому интересно, Тета Хилингу обучиться или попробовать тоже. Очень классная методика. Называется ещё «Сцеление любовью. Работа в энергии безусловной любви». В общем-то, очень экологичный метод, так же, как и нейрографика. В нейрографике у нас круги нейролинии. Там энергия, безусловно, любви, энергия Творца. Которая, в общем, тоже помогает нашим трансформациям идти плавно, гармонично. Хотя иногда бывают, конечно, слёзы у меня. На сессиях нередко плачут клиенты. Такие очистительные слёзы, слёзы облегчения. И на нейрографике бывает плачут. Тоже хорошо. Особенно для нас, женщин. Спасибо, Полиношка. Да, вот ещё раз ссылочка на нейромандалу рода. Если у вас вдруг нет ВКонтакте, напишите мне на электронную почту. Там пришлю вам, ну, как что там оплатить, как присоединиться к вебинару. Мы будем в этой же вебинарной комнате рисовать нерамандалу рода. Я практически всё скруглила, что сейчас вижу. И так же мы начинаем заполнять это всё цветом. Так, так, так. Вопрос от Наташи. Прямоугольники можно рисовать? В принципе, можно рисовать прямоугольники. Вопрос, что они для вас будут обозначать, да? Потому что квадрат – это всё-таки более такая совершенная фигура, да? А прямоугольник, если он в горизонтальном варианте, он устойчивый. Ну, для меня, да, я вот так вот думаю, когда бы я стала рисовать. Я не рисую прямоугольники, как-то они у меня не рисуются, но и в нейрографике это нечастая фигура. Если вытянутый прямоугольник, для меня это что-то уже может быть не очень устойчивое, она как-то может даже вызывать какую-то тревожность. То есть сами послушайте себя и подумайте, зачем прямоугольники, что они будут обозначать, да? Потому что квадрат, понятно, что это такая симметрия и устойчивость, да? А прямоугольник – это что? Что для вас? Саша, нейрографика отличается от геометрии? Конечно. Геометрия – это наука. Нейрографика – это творческий метод трансформации жизни. Саша, вы в каком классе учитесь, если не секрет? Вот вам такие коротенькие. В принципе, это можно все рисовать быстро. Я просто еще отвечаю на вопросы, разговариваю с вами, поэтому не очень быстро сегодня получается. Да, мы уже вышли за рамки двух часов, да, скоро будем заканчивать, дорогие. Вот. Но можно рисовать быстро, можно рисовать ручкой даже. Это надо срочно вам успокоиться. Сели, порисовали квадраты, посоединяли, поспругляли. Там, по возможности, сколько времени позволяет. Уже состояние изменилось, проверено. Я, кстати, сегодня, когда готовилась, немножко волновалась. Говорю, сегодня суетливый день получился. Ну и там домашних вопросов всяких, задач много. Двое детей у меня сейчас там. Вот. Я готовилась и буквально черновике как раз-таки ручкой набросала круги, чуть-чуть треугольники и квадраты. Вот когда я нарисовала просто черновик своих, сейчас даже вам покажу, где у меня тут квадратов. Ну вот, да, такой набросочек. Три квадратика. Чуть-чуть их нейрографировала и скруглила. И я почувствовала, что мне стало спокойнее. Я как-то так уравновесилась. И, ну, реально успокоилась. Это, ну, как. Это три минуты. Даже меньше, может быть. Люблю простые работающие практики. Да, можно делать штриховку, кстати. В нейрографики. Выпускается полная штриховка. Главное, чтобы она не создавала лишнюю остроту, а была такая ровненькая. Похоже на медитацию, да, Саша? Похоже на медитацию. Катя спрашивает, разве не три часа? Сегодня нет. Я не планировала три часа. У меня еще есть дела на сегодня. Ага, вопросы. А Таня, линии поля нужны? В принципе, если делать целиком работу, Саша закончил школу хорошо. Так. 10 лет назад. Окей. Линии поля нужны те, кто уже рисует и знает весь базовый алгоритм нейрографики. Вы, конечно, можете добавить линии поля. Вполне. Как помощь вселенной, помощь высших сил, привлечение больших энергий. Сейчас я не добавляю линий поля, чтобы побыстрее показать вам все эти три варианта. Прочувствовать эти энергии. Потому что, по сути, мы уже прикасаемся к энергиям большим. Да, вот это архетипические фигуры. Трук, треугольник, квадрат. Они сами по себе несут большие энергии. Вот. А так, конечно, можно добавлять линии поля. И чуть-чуть фон затрону. И, в общем-то, на этом все. А сейчас, дорогие, напишите, пожалуйста, ваши ощущения от квадратов, от рисования в целом. Особенно те, кто первый раз рисует. Те, кто не первый раз рисует, тоже напишите. Сейчас можно задать какие-то вопросы, которые остались актуальны. Значит, повторяю, в нашей группе Мастерская креативной психологии Кирилла Анастасии Петровых можно в теме специально, тема называется «Рисунок, творящий будущее» в обсуждениях, можно выложить ваши рисунки. Буду премного-премного благодарна. Как выглядит линия поля, это уже, давайте, не сегодня, тоже все-таки отдельный такой блочок. Пусть и небольшой, ну как небольшой. Он, конечно. Посмотрите открытые вебинары, их сейчас много. Уже стало. Найдите самое простое снятие ограничений. У меня в видеозаписях автора Павла Пискарева. Там он рассказывает про линии поля. Мне уже тоже надо вас покидать. Сейчас еще буквально несколько минуток. Саша, смотрю, успокаиваюсь. Отлично. Настя, благодарю. Повторение, мать учения. Успокоилась, хорошее состояние. Отлично. Круги, мячи, помогли. А, мы ведем 2-0. Классно. Наши с египтянами. Вот оно, мгновенная материализация. Дай бог, чтобы выиграли. Да, как оно работает быстро. Так, вопрос сейчас. Как быть там, где цвет на цвет не находит? Никак не находит и ничего страшного. Пусть будет где-то 3-0. Хорошо, мы сегодня помогли нашей сборной. Вот они сейчас играют и не знают, что тут кое-кто оказывает волшебную поддержку. Круто, круто, круто. Я рада. 3-0 уже. Супер. Что-то я сегодня красного не взяла почти. Может быть, добавить сюда. А не хочется. Пусть оранжево-зеленая такая. У меня лужайка из квадратов спокойненько. Спасибо. Наперед. А я сегодня еще и погоду хорошую заказала. Получилось. Наперед. Лиля, напиши, ты какая Лиля? Я не очень понимаю. У меня несколько Лилей есть знакомых. Что-то получилось. Так, Света заметила, что постоянно затаивает дыхание. Нужно контролировать. Да, это бывает нередко такая проблема поначалу. Я поэтому даже, я уже у меня в привычку вошло. Я дышу громко. И это может помогать. Да, когда вы слушаете, слышите мое дыхание. Вспоминайте тоже о дыхании. Так что это важно. Алена тоже пишет, рисование квадратов помогло нашим. 3-0. Круто, круто. Так. Респект, Настасья. Спасибо. Круги не успела доработать, а необычные треугольники получились необычные. Мне нравится. Понравилось. Квадрат тоже впечатлили. Хорошо. Так. Света, да, еще раз вернусь. Света Березун. Сопротивление ощущала, напряжение в теле. Но я, несмотря ни на что, чувствую бодрость. И даже спать не хочется, видимо. Отлично. Супер. Можно добавить круги. В этот рисунок можно, да. Круги везде мы можем добавлять. Круги добавляем в нейрографике везде. Всегда не бойтесь. Так. Юта. Настя. Павел Пискарев говорит, что нейрографика работает, когда при рисовании испытываешь напряжение, негативные эмоции, т.д. А если наоборот нравится, кимметизирует процесс, значит, делаешь что-то неправильно, не совсем так. Это он больше говорит про линии. Что линии важно рисовать не просто хаотично, спонтанно, а осознанно. И само рисование должно быть осознанное. Да. То есть это не интуитивное. Он говорит о разнице между нейрографикой и интуитивным рисованием. Но могу сказать по опыту, иногда, если тема довольно проработанная, легкая, может легко рисоваться. И работа нравится, и результаты приносить. То есть это не значит, что каждый раз нас должно ломать, болеть голова, мы должны проходить сопротивление. Это больше про прием вот нейролиний. Что они не просто хаотично рисуются. То есть это осознанный рисунок. Вот. Но у меня из моего опыта бывает по-разному. Какая-то глубокая тема, глубоко куда-то залезла. Меня может поташнивать до сих пор иногда, и голова может заболеть. Но сейчас уже гораздо реже. Вначале меня вообще колбасило на нейрографике, у меня тошнило, голова болела, и вообще бесило все. Вот. Иногда легко рисуется сразу работа. Зависит от вашей проработанности, от вашей опытности. Ага, все. Лилия сообщения в контакте пришла. Хорошо. Хорошо. Наташа пишет, хочет рисовать еще-еще. У Саши рисунок зашевелился. Алена пишет, что значит ему поперло. Ребята, не знаю. Линии квадраты сегодня понравились рисовать больше всего. Хорошо, значит, это то, что тебе сейчас не хватало, возможно, какой-то защищенности, стабильности, уверенности. Отлично. Сегодня впервые рисовала смело треугольники. Да, Шапанрас. Да, Галь. Для меня тоже это был прорыв в свое время. Наталья Кушнарева. Настя, спасибо вам большое. Очень рада переменам, которые происходят с вами. Желаю вам счастья, успеха, новых открытий в отношениях и не только. Вы изменились не только внешне, даже речь стала другой. Это я как филолог. Не могу ответить. Давайте я вам чуть-чуть еще покажусь напоследок. Да, смотрю на вас, на вас в чате, вы на меня. Спасибо большое. Я очень рада. Не так часто сейчас получается проводить открытые вебинары. В скелетах хочется отдохнуть, здесь не побыть. Но всегда сама очень заряжаюсь и вдохновляюсь. Наташенька Захарова, привет. Привет Новгород, если это ты из Новгорода. Круги нарисовала, задержала с раскрашением, треугольники пропустила. Буду в записи рисовать. Начала квадраты. Спасибо большое. Приезжаю как-нибудь в Питер, в живьем порисую. Или организуйте в Новгороде чего-нибудь. Мне это понравилось в прошлый раз у вас. Настюша, благодарю за сегодняшнюю замечательную футбольную нейрографику. Кто бы мог подумать, я не планировала, но оно так получилось. Тамара, благодарю, получила огромное удовольствие. Настя, очень красиво. Супер выглядишь. Спасибо. Спасибо. Ты меня милой тут одевать стал. А что если после проработки какой-то темы мне сны пару дней снятся на эту тему? Ну, это тоже идет продолжение во сне какой-то работы. Подсознание включается. Это бывает нередко, кстати. Наташенька Васильевна, благодарю, взбодрилась. Благодарю. Не так давно услышала от коллеги о нейрографике. Вот увидела пост в сети. Здорово, мне очень понравилось. Классно. Настюша, мне тоже сегодня больше квадраты понравилось. Прям поперли. Спасибо. Отлично. Вроде бы простые вещи. Для тех, кто рисовал, я даже думала, наверное, может быть, будет скучновато. Но я для себя понимаю, что оно не скучновато, потому что это прикосновение к стихиям, к энергиям, к архетипам. И оно каждый раз может по-новому как-то видеться, открываться. И мне сегодня было не скучно совсем. Так что... Да, Наташенька, привет тебе. Спасибо. Геннадий, рада очень мужчинам. Их пока не очень много в нейрографике, но есть. И мужчины вокруг меня стали рисовать. И мой бывший муж, Кирилл Петров, сейчас рисует. И сегодня он мне звонил и спрашивал какие-то нюансы по распрямлению судьбы. В общем, чудеса. Карл Юнг форево, да. Карл Юнг тут тоже, конечно, косвенно руку приложил. Ну что же, друзья, вроде все сказала. Основное, что хотела. Целую, обнимаю. Всем рада. Пишите, приходите. Приходите на индивидуалки. Приходите на сессии. Да, Катюш, передам Кириллу привет на всех. Хорошо. Очень приятно прошло время, особенно с кругами. Интересно. Вот кого к что откликнулось, да, обращайте внимание. Шикарное знание, отличное настроение. Спасибо. Да, рисунок можно сохранить. Если вам рисунок нравится, сохраняйте, вешайте на стенку, любуйтесь, показывайте друзьям, делитесь. Вот. Открытым вебинаром можно делиться. Да, я запись зашлю. Надеюсь, все получилось у нас. И, пожалуйста, показывайте. Вот. Если рисунок не нравится, его можно легко порвать и выбросить. Тоже никто не запрещает. Рисунки можно дорабатывать, дорисовывать через какое-то время. Захотясь линии добавить, цвет, пожалуйста. Леи, выжили. Ну, все, дорогие. Прощаюсь. Всем спасибо. Всем пока. Вот. До новых встреч в эфире. Интересное занятие. Интересная картина. Хорошо. Да, в чате можно еще что-то написать. Чат сохранится, как я понимаю, наверное. Мне с вами скучно не бывает. Окей. Все. Всем пока.